За последнюю неделю участились случаи обращений граждан в администрацию города по вопросам счетов за отопление. Отопительный сезон стартовал 3 октября. Оплата за услугу появилась в платежках уже за сентябрь. С 2018 года Республика Башкортостан перешла на схему оплаты за отопление только в осенне-зимний период. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепловой энергии, начисление производится по факту. Сколько дом потребил в расчетный период, такой объем и выставлен в квитанции. А вот в домах, не оборудованных общедомовым счетчиком, плата начисляется по тарифу и в течение 8 месяцев – с сентября по апрель. Поэтому первые квитанции за тепло жители таких домов получили в начале октября, а последние получат в начале мая 2023 года. В целом же отопительный сезон в Салавате стартовал успешно. По состоянию на сегодняшний день все социальные объекты и многоквартирные дома, то есть жилищный фонд, подключенные к отоплению в 100%. О работе за минувшую неделю отчитались и другие руководители городских структур. Уже не таким острым, но все еще актуальным остается вопрос заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 142 пациента. 8 взрослых граждан госпитализированы. Их состояние оценивается как средне-тяжелое и тяжелое. Всего с начала пандемии инфицировано 34 080 человек. Новых положительных за неделю 175, что на 20 человек меньше, чем за предыдущую неделю. Выздоровевших 30 361 человек, 153 за прошедшую неделю. Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о вспышке геморрагической лихорадки. На данный момент 90% заболевших зарегистрировано в Уфе. Сейчас эта вспышка идет на уменьшение. Если две недели было 136 заболевших, на сегодняшний день 56. Но, тем не менее, обращаю внимание о том, что необходимо при выезде на природу соблюдать меры предосторожности. Это были основные темы оперативного совещания. Задачи на следующую неделю поставлены. Работа продолжается. Татьяна Степанцова, Рустам Гайнанов, телекомпания «Салават».